Западная Европа на заре Средневековья. Варварские вторжения имели важнейшее значение для истории Европы. Результатом их было падение рабовладельческой Римской империи на Западе. Политическая картина Европы изменилась. На территории, прежде занятой Западной Римской империей, к концу V-начал VI века появились варварские королевства, в которых создавались условия, необходимые для развития новых общественных отношений. Российский историк Горсунский. Начало эпохи Средних веков. Упадок античного мира. В начале первого тысячелетия Новый Эрмил был мало похож на сегодняшний. В Европе, Азии, Африке существовали всего несколько государств, крупнейшим из которых была Римская империя. Она раскинулась от Атлантического океана на Западе до Ефрата на Востоке, от Рейны и Дунаи на Севере до Африканских пустынь на Юге. Римская держава принадлежала к античному миру. А в Римской империи проживало множество народов и племен. Многие из них были в разное время покорены римлянами и затем романизированы. В III веке почти все свободное население империи получило права римских граждан. Все они подчинялись общим законам, платили налоги императору, служили войски. Как и в любом обществе, среди римлян были богатые и бедные. Богатые магнаты, могущественные, жили в роскошных дворцах, владели землей и рабами. Уделом бедных был тяжелый труд. В IV-V веках некогда могущественное римское государство начало постепенно приходить в упадок. Победоносные войны Рима остались в прошлом, количество рабов не увеличилось, а их труд становился все менее выгодным. Рабовладельческое хозяйство зашло в тупик. Это заставило магнатов изменить свое отношение к рабству. Невольникам стали предоставлять небольшие участки земли и требовать за это часть урожая. Положение мелких свободных земледельцев, напротив, ухудшилось. Огромные налоги приводили их к разорению, и чтобы освободиться от непомерных поборов и притеснений чиновников, простые земледельцы переходили под покровительство магнатов. Большинство свободных граждан Рима были уже не способны приобрести оружие, чтобы служить в армии. Поэтому для охраны рубежей римским императорам приходилось привлекать в армию наемников, которые служили за деньги. Среди них было много варваров. Удержать власть над обширной территорией императорам становилось все сложнее. В конце IV века Римская империя была разделена на западную, столицей которой являлся Рим, позже Равена, и восточную, центром которой стал Константинополь. Но раскол могущественной державы не прекратил разгоревшейся в Риме борьбы за императорский трон. Частая смена правителей, а войны претендентов на престол друг с другом ослабили государство, на которое обрушились волны варварского нашествия. Мир варваров. Земли Европы, лежавшие к северо-востоку от Рыны и Дуная, рассматривались римлянами как далекая и враждебная варварская окраина. Населяли эти земли германские и славянские племена. По своим привычкам и образу жизни варвары отличались от римлян. Мужчины-воины носили штаны и просторные блузы, прикрываясь шерстяными плащами, скрепленными на шее застежкой. В ходу были также куртки с рукавами, овечьи звериные шкуры. Женщины из варварских племен одевались в длинные сорочки без рукавов, которые закреплялись на обоих плечах металлическими застежками. Носили они украшения, пряжки, ременные обручи, браслеты, кольца. Варвары были язычниками. Среди многочисленных богов они особенно почитали мудрого Адина, Ватана, воинственного Тора, бога, плодородия, Бальдера и других. В IV-V веках некоторые варварские племена приняли христианство. Главными занятиями германцев были земледелие и скотоводство. Они разводили быков и лошадей, свиней, коз, которые обеспечивали их мясом, молоком и шерстью. Землю германцы обрабатывали сахой, мотыгой. Применяли двуполье. Они выращивали ячмень, пшеницу, рожь, репу, лук, горох, чечевицу и лён. Землю германцы особенно ценили, считаю, не только кормилицей, но и наследием предков. Обработка земли велась семьями, состоявшими из трёх поколений родственников. Для решения совместных хозяйственных вопросов, защиты от врагов и сохранения культурных традиций, семьи объединялись в соседскую общину. В её собственности находились леса, поля, луга, пустоши, но пахотные наделы каждая семья обрабатывала самостоятельно. Общины руководили старейшины. Семьи принадлежали к определённому роду. Несколько родов составляли племя. Все свободные мужчины племени имели право носить оружие. Войны на народных собраниях решали наиболее важные вопросы жизни племени. Объявления войны, заключения мира, избрания вождя и старейшины, многие другие. Постепенно равенство внутри роды племени разрушалось. Народные собрания созывались всё реже, и многие вопросы стал решать совет старейшин. Выбранные вожди окружали себя постоянным отрядом воинов, дружиной, которой доставалась лучшая часть добычи, захваченной во время военных походов. Дружинники гордились богатыми трофеями, ведь они были доказательством их смелости военной удачи. Но превыше богатства варвары ценили свободу, которые связывали с воинской доблестью. Старейшины, военные вожди, а также самые храбрые опытные воины составляли знать варварских племен. Гибель Западной Римской империи. Крупнейшее столкновение античного и варварского миров произошло в IV-V веках в ходе великого переселения народов. Соседи Рима, германцы, чаще, чем прежде, стали переходить границы империи в поисках безопасной жизни и лучших земель. Сначала они только просили римлян дать им приют. Затем, увидев слабость прежних хозяев мира, стали захватывать одну провинцию за другой. Дважды в течение V века германские племена готов овладевали Римом. От нашествия германцев Римская империя так и не смогла оправиться. Реальная власть в империи оказалась у военачальников-варваров, один из которых в 476 году отстранил от власти последнего римского императора, малолетнего Ромула Августула. А знаки его императорской власти, короны и пурпурную мантию отослал в столицу Восточной Римской империи, устоявшей в борьбе с варварами. Так, Западная Римская империя прекратила свое существование. С ее падением ушла в прошлая эпоха Древнего мира. Начало Средневековья. К концу V века земли, входившие прежде в Западную Римскую империю, представляли собой печальные зрелища. Их население уменьшилось в несколько раз. Были забыты многие достижения сельского хозяйства, ремесла, приходили в упадок. Великолепные римские дороги. На опустевших площадях античных городов, заросших травой, паслись стадокоз и овец. А варваров, захвативших земли империи, было относительно немного. Чтобы не смешаться с местным населением, они селились отдельно от него и избегали больших городов. Захватчики жили по своим прежним обычаям, римляне по своим законам. Починение территории Западной Римской империи ускорило изменения, начавшиеся в варварском обществе, еще до великого переселения народов. Вождей и старейшины сумели захватить имущество и земли римлян. Теперь они стали еще богаче. Это привело к усилению неравенства среди варваров. Падение Западной Римской империи означало не только исчезновение из карты мира, могущественной державы. Оно ознаменовало закат античной эпохи. Земли римских землевладельцев приобрели новых хозяев, которыми стали варвары. Рабство перестало играть прежнюю роль в жизни общества. В истории человечества начался новый период истории Средних веков. Подойдем итоги. Земли Западной Римской империи стали миром варваров. Расселившись на территории могущественной прежде державы, варварские народы принесли сюда свои обычаи и порядки. Завоевание Западной Римской империи усилило неравенство среди варваров. Романизация. Процесс, в ходе которого завоеванные римлянами народы перенимали у своих завоевателей навыки хозяйства, культуры, отношений в обществе, государственные устройства. Двуполье. Способ обработки пашни, при котором поле каждый год делится на две части. Одна засевается, другая отдыхает. Соседская община. Коллектив, состоящий из семей, совместно владеющих землей. При этом каждая семья самостоятельно обрабатывает свой участок земли, присваивает урожай, собранный с него. 476 год. Падение Западной Римской империи. Начало Средневековья. Увы, мир гибнет. Императорский город и главу Римской империи пожал огонь. Христианский писатель Иеронин. За ближайшее животное. На счет nokт Seráia. Это hochкоманет. Римская империи. Якобы. Играть паестрахе. Продолжение следует...